Здравствуйте! В мире есть много средств передвижения. По воздуху, по земле, все мы их знаем. А есть средства передвижения по воде. Сегодня мы будем знакомиться с одним таким удивительным тандемом. Это абсолютно новая лодка Yamarin 80DC и абсолютно новый мотор Yamaha F-350A. Yamarin 80DC, или, если расшифровывать аббревиатуру, Day Cruiser. Для меня загадка, как перевести это английское словосочетание правильно. Круизер одного дня, крузер на каждый день. Но, думаю, это не самое главное. Новая лодка по-прежнему имеет финские корни. Но связано это не с тем, что в Японии не умеют делать лодки. Оказывается, чрезмерно дорого обходится доставка судов из стороны восходящего солнца. Судите сами, катер длиной 8 метров 10 сантиметров и шириной 2 метра 60 сантиметров везти самолетом очень накладно. Паромом и поездом, видимо, тоже. Но не нужно думать, что японцы не имеют отношения к этому катеру. Все разработано и реализовано под присмотром японской страны. Но переходим к сути, вернее, к катеру. Теперь это самая большая моторка Yamarin на нашем рынке. Она рассчитана на 6 человек, для которых созданы максимальные условия комфорта, начиная от посадочных мест и заканчивая каютой для отдыха. И пусть она не столь велика, как номер в гостинице, но спать можно с комфортом. К тому же, исходя из названия судна, производитель не планировал, что в нем будут жить на постоянной основе. А для отдыха места предостаточно. Одна из изюминок катера – новый силовой агрегат. Его объем – 5330 кубических сантиметров. Мощность – 350 лошадиных сил. Двигатель – V-образная восьмерка с углом развала цилиндров в 60 градусов. Максимальная частота вращения этого исполинского агрегата – 5500 оборотов в минуту. Для реализации высокой мощности японцы разработали новый винт – Saltwater XL. По заверению представителей компании, новая конструкция позволила увеличить тягу на 45% по сравнению с винтами, установленными на двигателе мощностью 250 лошадиных сил. Что удивительно, скажете, вы, лодка-мотор, в общем-то, тандем известный и всеми давно используемый. Удивительно то, что эта лодка специально создавалась для этого мотора. Сейчас объясню почему. Потому что мотор чрезмерно мощный. Он самый мощный на сегодняшний день на рынке. Это V-образная восьмерка с объемом больше 5 литров. Соответственно, под такой мотор, который находится на корме, о нем мы, естественно, сегодня расскажем и все покажем. Собственно, как он работает и какой же КПТ от этого самого мощного мотора имеется. Под этот мотор разработана специальная лодка, дабы чего не произошло. Но о том, что из себя представляет этот безумный мотор в деле, мы чуть-чуть позже вам обязательно расскажем. Самому дико интересно порвить катером с таким мощным мотором. V-образная восьмерка на воде, по-моему, это очень круто. Но пока о катере. Значит, соответственно, здесь в задней части есть такая небольшая импровизированная компания. Есть вот такой вот столик. Деревянный. Можно тут, в общем, собраться и всем культурно отдохнуть, если вы куда-то выбрались. Скажем, какой-то далекий-далекий остров. Причем вот эту спинку можно вот так вот откинуть, если вы не рулите катером, не управляете. Соответственно, здесь помещается еще два человека. Для тех, кто совсем устал, есть вот такая вот небольшая спальня, назовем ее так. Причем здесь есть еще несколько матрасов. То есть здесь вся вот эта компания совершенно спокойно может отдыхать. Причем все это дело закрывается вот таким вот люком. Соответственно, человек может там совершенно спокойно спать, вода сюда не попадает. Вообще, по-моему, очень здорово вписывается в антураж. Ну и, соответственно, самое главное, самое интересное – это, собственно, органы управления катером. Итак, органы управления с родной автомобильным. Есть вот такое вот рулевое колесо, которое поворачивая… Вы управляете гидроцилиндром, который, собственно, поворачивает мотор. При всем при этом, соответственно, происходит изменение направления движения катера. Есть вот такой вот сектор газа. Здесь тоже как бы все просто. Передача назад, передача вперед. Он включается и, соответственно, как в самолете практически. Добавляете газы и получается, собственно, либо ускорение, либо, если сбрасывать, получается такое вот формальное торможение. В общем-то, все довольно-таки доступно, просто и, по-моему, вполне понятно. Сейчас попробуем все это в действии. Как говорится, от слов к делу. Первые километры по воде я тестировал лодку в качестве пассажира. И, как я говорил, места для пассажиров здесь довольно много. Можно занять задний полукруглый диван, можно разместиться рядом с капитаном. Причем на любом пассажирском месте одинаково комфортно. Ветрозащита судна довольно продумана. Поэтому, даже находясь на корме, тебя не выдувает за пределы катера. Можно вполне спокойно разговаривать, не повышая голоса. Приятно удивил и низкий уровень шума от силового агрегата. Двигаясь на медленном ходу, силовой агрегат издает приятные басовитые ноты. С увеличением скорости баритон усиливается, но при этом отчасти растворяется в шуме набегающего ветра. Налицо забота инженеров об огружающей среде. Не удивлюсь, что уровень шума подгоняли под строгие экологические требования Европы и Америки. И в первый раз на моей памяти такой реверанс в сторону экологов оказывается выгодным и рядовым пользователем продукта. К минусам пассажирского отделения можно отнести лишь отсутствие продуманных мест для крепления поручней. Дело в том, что когда на полном ходу Yamarin 80 DC форсирует волны от других судов, лодку изрядно подбрасывает. При желании и выборе правильной траектории на этом 1850-килограммовом судне можно даже совершать небольшие прыжки. Но пассажиру в такие щекотливые моменты держаться не за что. Конечно, есть хромированные поручни по бортам катера, но этого явно недостаточно. Ну что же, опытный капитан немного провел эту лодку на хорошей такой скорости. Все было очень забавно. Ощущения пассажира, они такие были. Да, более чем забавные. Но вот теперь пришло время, собственно, сесть самому за руль и попробовать, что же такое управление. Такая большая лодка с таким мощным мотором. В общем, инструкции короткие, все точно так же, как на автомобиле. Единственное, что я уже наблюдал, наблюдал, как это делают опытные люди, здесь как бы на катере не получается особо четко прямо зафиксировать руль и держать его так как бы прямо. Все равно все время приходится подрулить, особенности подвесного мотора. Но, собственно, не об этом. Собственно, речь о том, что вот он газ, и теперь его нужно плавненько вот таким образом добавить, и, соответственно, лодка начинает движение уже на скорости больше, чем. Практически нейтраль. Ну и, собственно, приходится по рулю. Главное здесь определиться и понять, что же есть ровное положение носа, чтобы не зарулиться в какой-то момент. В общем, да, вот есть такие небольшие движения рулем. Но, видимо, вопрос практики. То есть нужно дойти до какого-то состояния. Чуть-чуть прибавляем газ, пока плавненько. Потому что, честно говоря, немножко страшно, когда сидишь слева здесь от водителя. Немножко страшно наблюдать за тем, как эта огромная лодка вздымает нос и куда-то мчится. Причем при этом особо-то и не видно, куда. Для этого предусмотрен такой специальный подъемный валик. Можно сделать вот так, сесть немножечко повыше. Не так комфортно, зато хоть видно, что впереди. Так, ну и остался еще довольно интересный момент, как же все-таки это происходит все в повороте. Надо немножко поддать газу. И вот так, ладно, закручиваю руль. Причем так, с веселым креном... С веселым креном лодка начинает поворачивать. Нет, конечно, для такого довольно-таки большого судна небольшой акватории какой-нибудь узкой речушки явно не хватит. Здесь, конечно, нужны водные пространства, глади. И, наверное, идеальный вариант какой-нибудь океан. Но океана под боком нет, поэтому вот такие притоки рек Московской области, водохранилища. Очень интересное ощущение, когда ты, собственно, пересекаешь либо свою волну, либо волну, которую создал другой катер, довольно-таки сильно подбрасывает, и звуки под днищем лодки оставляют, как бы, ну, не знаю, какое-то протеречивое чувство. Все-таки, может быть, появляется ощущение того, что вся эта конструкция развалится. Но при всем при этом, естественно, ничего не разваливается. Все, естественно, очень живучее. Сами видели, как эта лодка может, даже, в принципе, прыгать. Не знаю, часто ли хозяева таких катеров с такими моторами прыгают, но возможность, если есть, почему бы не попробовать. Конечно, здорово вот так вот по широкой реке куда-то так вот хорошо с таким уверенным ходом двигаться. Осталась одна небольшая неразрешимая проблема пока на наших российских водоемах, в том, что заправки, к сожалению, у нас никак на автомобильных дорогах для лодок не встречаются на каждом берегу. Поэтому, конечно, нужно аккуратничать с выбором скорости, потому что, естественно, чем быстрее вы идете, тем быстрее заканчивается запас топлива. Вообще, здесь больше положений для управления, нежели в том же автомобиле. Например, можно двигаться стоя. Для этого специально можно так поднять рулевое колесо, что, в общем-то, удобно, потому что лучше видно, банально лучше видно, независимо от скорости движения. Ты, конечно, всегда стоишь выше носа лодки. Поэтому, как минимум, это удобнее. Может быть, в каких-то местах, где нужно аккуратнее подойти к берегу или еще что-то. И хорошо, что предусмотрена им такая опция с рулевым колесом. Есть определенная романтика обладания водным судном. Наверное, даже здорово, что это довольно такой большой, приличный катер. Ведь, возможно, так была бы большая компания, можно было бы выдвинуться по рекам, по рекам походить, посмотреть. Тем более, что жизнь, как оказывается, жизнь, если смотреть на нее с воды на берег, значительно отличается от того, что мы видим, если, скажем, едем по дороге мимо каких-то злачных и известных поселков. И, наверное, стоит обратить внимание, что, несмотря на все препоны и на все жесткие узы нашего законодательства, многим каким-то хитрым образом получается построить домик прямо возле водички. Итак, остается еще один вопрос. Естественно, интересно, как 5 с лишним литров V-образная восьмерка разгоняет эту лодку U-Marine, можно сказать, с места, но практически с места идем легким накатом. Ну, стоит попробовать. Если машина с места там с нуля до сотни, здесь все понятно, максимальная скорость здесь до сотни не дотягивает, потому что на воде это уже очень-очень быстро. Поэтому посмотрим. Конечно, дико разгоняться не будем, но интересен сам порыв лодки при разгоне. В общем, как я говорил, вот уже вышли на глиссере, при этом можно чуть-чуть добавить обороты двигателя. Довольно быстро, довольно бодро, но при этом, конечно, в момент старта немножко нос перекрывает. Вид вперед, но наклячески это можно сделать либо стоя, либо сидя на специальном валике. Довольно быстро, можно сказать, что где-то разгон на уровне такого хорошего, среднестатистического заряженного хэчбы. Ну что ж, я вступил в свое место за штурвалом профессионалы, потому что, ну, конечно же, по-хорошему для того, чтобы управлять таким судном, нужны права, это как минимум. Для этого еще нужны навыки, навыки специальные. Поэтому, конечно, кого-то определенного количества денег, чтобы купить лодку с этим грандиозным V-образным мотором. Действительно, V-образный мотор на лодке. Я как-то до сих пор не совсем понимаю, как это происходит, но как-то это действительно происходит, и вы только что это видели. Для этого, как бы, всего того, чтобы получать от этого удовольствия, для всего этого антуража, нужно, конечно, иметь определенные навыки и умения. Потому что даже банально, ну, в порт я боюсь, что даже не зайду, к местной стенке не подойду, потому что просто испорчу лодку. Здесь, конечно, нужно тонко маневрировать рулями, тонко маневрировать электромотором в носу катера, который специально подруливает этим катером. В общем, есть какие-то определенные условности, но при всем при этом кайф, конечно, очень-очень большой, но, мне кажется, жители средней полосы очень сильно теряют, потому что выигрыши, конечно, выигрыши, конечно, все, кто живет в Ленинградской области, выигрыши, конечно, все, кто живет в Краснодарском крае, Чайноморском побережье Кавказа. Это, конечно, здорово. Большой катер, море, открытая вода, пространство. Здесь можно сделать практически все, что угодно. Просто пойти на прогулку, не знаю, съездить на рыбалку, на охоту. И, конечно, это очень здорово, определенный кайф. Но вот нужно ли такое большое судно здесь, в средней полосе и на каких-то, может быть, небольших реках, понятно, не совсем, потому что ясно, что в мощности момента этого большого мотора явно не получится реализовывать каких-то узких водоемов, потому что есть же правила, обязательно будут какие-то ограничения по скорости, нельзя размывать какие-то пристани, нельзя размывать берега рек, поэтому, опять же таки, конечно, нужно выбирать. И это, конечно же, скорее всего, такой океанский, скажем так, лайнер с довольно резвым, большим и самым мощным пока на сегодняшний день подвесным мотором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok